Встреча с Мадрида Встреча с Мадрида И чем он поразителен, так это олимпийскими кольцами, которые нанесены слева от названия Не очень понятно, при чем здесь Олимпиада, учитывая, что последний раз в Испании игры проводились в Барселоне, а не в стране Баска Ну вот я и дошел до арены Фернандо Буэсо, она находится за моей спиной И что забавно, здесь рядом слышится кваканье лягушек, и оно не умолкает Неудивительно, что в 2012 году именно Витория дали звание зеленой столицей Европы И еще в подтверждении этому, здесь рядом с ареной располагается главный заповедник Витории Где вы, например, можете покормить линяться руки Так что по-прежнему Витория остается одним из главных зеленых центров Европы Вообще забавно, как эта крупная арена, где играет Баскония, контрастирует с тем, что находится за ней Потому что здесь тишь да гладь Можно прийти, порефлексировать, успокоиться после досадного поражения Посидеть на лавочке, послушать звуки природы Да простят меня баскетбольные болельщики, арена Фернандо Буэсо чем-то напоминает мне стадион Краснодара Наверняка из-за парка, наверняка из-за инфраструктуры Действительно здесь все ухожено Единственное, немного смущает стройка, которая находится неподалеку Но здесь есть что-то схожее уже с ареной Спартакань Погодка шепчется С вчерашнего вечера идет дождь, а если она прекращается, то на 5-10 минут Но над ареной Фернандо Буэсо впервые сегодня за день выглянуло солнце Не знаю, знак ли это для Баскони Но, возможно, сегодня им хватит сил на то, чтобы сотворить чудо Все-таки в серии, пока Баскони уступает Реалу 0-2, в случае победы Мадрида, те проходят дальше в полуфинал, Баскони вылетает Учитывая положение Баска в чемпионате, в Евролиге, сегодняшний день, сегодняшний матч кажется очень важным для Баскони Мы пришли хорошенько потопить за своих, потому что думаем, что сегодня вполне можем победить и сделать счет в серии 2-1, без проблем Тогда у нас еще будет четвертый матч Да, мы в это верим Сюрпризом можно ждать от кого угодно, даже от Баскони сегодня Надеюсь, никто из Реала меня не услышал Обыграть Мадрид сложно, где бы ты с ним ни играл Но выиграть в Евролиге – это особенное чувство Атмосфера, люди – это полный кайф И то, что мы играем дома, это решает Вот это вау! Я просто поднимал сын трибуну и случайно встретил футболиста Алавеса Джулиана Семена Сына Диего Семена, тренера Атлетика Мадрид И, к сожалению, общаться он отказался даже на баскетбольную тему Сказал, что нужно спрашивать разрешение у клуба Но в любом случае, его появление сегодня на арене Фернандо Буэсо Говорит о том, что даже футболисты Алавеса понимают значимость этого матча против Реала И будут болеть за своих, за Баскони Я внутри чаши И сначала показалось, что публика довольно миролюбивая Потому что болельщики Баскони, они фотографировали баскетболистов Реала Они пытались с ними заговорить, просили футболку Но вот после того, как зашумела фанатская трибуна мадридского Реала Тут же раздался свист на арене Фернандо Буэсо Они очень недовольны такой поддержкой И после этого тут же появилась еще и бригада баскетболистов Мадридского Реала их тоже освистали Так что ни о каком мире здесь речи не идет Здесь будет борьба до последнего Все понимают важность матча, особенно баскет И в течение, как и бригада баскетболистов И мы будем поднимать, коринава, Голосе Иногда кажется, что так, как болеют в стране басков, не болеют больше нигде, ну, по крайней мере, в Испании. И ты сам заражаешься этим шумом, этим волюменом максимум, ты тоже хочешь болеть за басковию. И просто не представляешь, как сегодня их команда может вылететь. Есть очень классные аттракционы для болельщиков во время перерывов. Например, баскетбольные крестики-нолики. Два фаната выходят на паркет, и задача как можно скорее забросить мяч в кольцо. Далее ты хватаешь фигуру и ставишь ее на доску. Кто выложил три в ряд скорее, тот и победил. И что самое любопытное, во время перерывов баскетболисты тоже разминаются. Прямо во время игры. Один из игроков Реала пошел к велотренажеру и крутил кидали, пока снова его не вызвали на пол. КОНЕЦ КОНЕЦ Завершился матч, завершился поражением для Басконии. Баски вылетают из Евролиги. Реал проходит в полуфенал. И мчить тому, чтобы защитить титул. Прекрасная игра. На самом деле счет-то 102-98 в пользу Реала. Вот так вот на соплях фактически. Мадрид все-таки вырвал победу, хотя Баскония большую часть матча вела в счете. Ну и невероятное давление испытываешь сам, когда сидишь и за твоей спиной находятся фанаты. Басконии постоянно кричат, постоянно орут. И ты вроде как воодушевляешься, но одновременно сгибаешься под их гнетом, когда они кричат, оскорбляют фанатов Реала, игроков Реала, тренеров и так далее. А давление там постоянное. Шикарная игра. Я думаю, многие люди не ожидали от нас такого результата. Никто даже не прогнозировал, что мы будем в плей-офф. Конечно, мы хотели пройти еще дальше, но, знаете, превзойти ожидания и пройти так далеко, для нас это уже гордость. Сегодня мы дали им надежду, но в итоге выиграли в очень сложном матче. Если бы уступили, то в пятницу мы могли бы выйти на игру с ощущением, что Баскония может нас побороть. Для нас было важно закончить эту серию сегодня, чтобы отнять у них надежду, чтобы уверенность не вернулась к ним в следующей игре. Так что да, мы сделали отличную работу сегодня. Команда отдала много сил. Это самое главное. Мы были сконцентрированы с первого тайма и до последних секунд, потому что мы знали, что они не сдадутся. Они сыграют агрессивно. В итоге сверхконцентрация и помогла нам победить. Мы не чувствуем давления. Это другая Евролига, другой год. Мы просто всегда настроены на победу. Мы не думаем о прошлом сезоне, но знаем, что нужно, чтобы выиграть Евролигу. Поэтому мы едем на любой матч с прежним настроем и готовимся по максимуму. Закончилось баскетбольное путешествие. И три главных вывода. Первый. Хорошо, что в Испании и на баскетболе, и в футболе не хотят водить 1ID. Фух. Второй вывод. Это сумасшедшая игра от Басконии. По-моему, они доставили Реалу очень много проблем. Вот эта сухая серия 3-0. Но она вообще не описывает саму игру. Потому что сегодня Баскония была очень близка к тому, чтобы продлить свое существование в Евролиге. Ну и третий вывод. Всем игрокам Реала и игрокам Басконии респект. После матча они проходили мимо микс-зоны. Во-первых, соглашались ответить на вопросы. А во-вторых, проходили мимо болельщиков. И все со всеми фоткались. Всем уделили внимание. Одному парню даже повезло. Ему подарили кроссовки баскетбольные. Игрок Басконии вышел. Я отдал свои же кроссовки. Еще и расписался на них. Так что круто. Круто. Жаль, что этот баскетбольный трип заканчивается. Но Баскония Реал навсегда в сердечке.